В Витебской области рекорд по количеству уволенных работников. Белорусские аграрии не смогли обеспечить зерном даже внутренние потребности страны. Теперь за повреждение автомобиля в ямах на дорогах можно получить компенсацию. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и не забывайте про безопасность. В этом году урожай зерна в Беларуси стал худшим за последние 20 лет. По данным Минсельхозпрода, всего собрано чуть более 6 миллионов тонн. По сравнению с планом чиновников, недобор составил почти 3 миллиона. А если сравнивать с прошлым годом, то урожай зерна снизился на 2,5 миллиона тонн. А учитывая, что Минсельхоз обычно дает цифры валового сбора зерна, которому предстоит еще высохнуть и утрястись, то реальные показатели урожайности будут еще ниже. Но даже теперь можно говорить, что хуже было только в 2006 году, когда собрали ровно 6 миллионов тонн. К примеру, в 2010 году, который сами чиновники называли неудачным, урожай составил 6,5 миллионов. Стоит отметить, что пару лет назад Минсельхоз оценил минимальную потребность Беларуси в фуражном зерне в 5 миллионов тонн. Еще один миллион тонн необходимо на семена и столько же на пищевую промышленность. То есть минимум, который был нужен Беларуси два года назад, это 7 миллионов тонн зерна в год. А значит, в этом году властям придется закупить за рубежом 1 миллион тонн зерна. Пожалуй, это все, что нужно знать об аграрной стране и ее успехах. На протяжении первого полугодия Витебской области увольняли больше людей, чем принимали. Разница между количеством трудоустроенных и уволенных иногда колоссальная. За весь период, по которому опубликована официальная статистика, самым благополучным был февраль, когда уволили всего на 3,8% больше, чем приняли на работу. Самым катастрофическим стал апрель, когда уволенных было на 33% больше, чем трудоустроенных. Отметим, что в 2022 году эта разница никогда не превышала 24%. Если в цифрах, то в апреле этого года организации региона приняли на работу почти 5 тысяч человек, а уволили практически 7,5 тысяч работников. При этом за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины было уволено только 407 человек. Всего за полгода в Витебской области рынок труда потерял 6700 человек. Белорусске удалось отсудить у дорожников ущерб за поврежденные в ямах шины. Поводом стала разгерметизация колес и разрыв резины на частном автомобиле на дороге от деревни Салтаново реческого района до Светлогорского шоссе. Этот участок дороги имеет множественные выбоины и находится в аварийном состоянии. Согласно заключению экспертизы, шины были испорчены именно из-за удара, а не ровность проезжей части. Купив новые покрышки за почти 400 рублей, хозяйка автор решила взыскать их у Гомель Облдорстроя, на балансе которого находится дорога. Стоит ли говорить, что организация своей вины не признавала? Однако суд встал на сторону истца. Решающую роль сыграло то, что по техническим требованиям на дорогах не должно быть выбоин площадью более 9 квадратных сантиметров и глубиной более 5 сантиметров. Яма, в которую угодил автомобиль, была больше этого размера. Так что теперь в бардачке каждого автолюбителя должна лежать рулетка, чтобы если что-то случится, можно было сразу замерить и зафиксировать размеры выбоины на дороге. Неизвестные в форме и с закрытыми лицами забросали камнями польский патруль на границе. Это произошло в субботу около 22 часов в районе Дубища Церковных. По данным польской стороны, у группы из семи человек с собой были рогатки и фонари, которыми не ослепляли патрули. В результате инцидента никто не пострадал. Напомним, что из-за постоянных попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы и наличия в Беларуси российских наемников ЧВК «Вагнер», Польша начала существенно увеличивать численность своих вооруженных сил рядом с нашей страной. Даже рассматривала возможность полностью закрыть рубежи. В дополнение к этому, Варшава выразила желание разместить у себя американское ядерное оружие. Также появилась информация, что 20 литовских пограничников отправятся на помощь Латвии, которая столкнулась с рекордным потоком нелегалов. Только в воскресенье на территорию страны пытались проникнуть 256 раз. Активисты из Гомеля, которого задержали за подписку на экстремистские каналы, теперь хотят исключить из патриотов Беларуси и Компартии. Александр Лебедев известен тем, что участвует практически во всех провластных мероприятиях в городе. Но недавно 22-летний активист оказался в изоляторе за подписку на неправильный ресурс. В застенках Лебедев пробовал всего ночь, но на этом проблемы у него не закончились. Ябатьковское сообщество, судя по всему, решило от Александра отречься. В организации патриоты Беларуси устроили целое комсомольское собрание. По его вопросу предложили исключить экстремиста из рядов любителей Лукашенко. Говорят, Александр стал токсичным для сообщества не только из-за задержания, но и из-за того, что об этом написали независимые СМИ. В Полоцке нашли уникальный клад древнего ювелира. Ему примерно 900 лет. Раскопки продолжаются на территории городского стадиона. Предположительно, там находился так называемый квартал ювелиров. Во время поисков нашли клад византийских монет, которые были введены примерно в 294 году, еще в целой Римской империи и чеканились долгие столетия. Найденные в Полоцке фолисы попали в город где-то в тысячных годах, считают археологи. Хозяин спрятал их под печкой-каменкой, где плавили цветные металлы. Две монеты в хорошем состоянии. На одной стороне прочитывается надпись, на другой образ императора. Поврежденные монеты уже отправлены на реставрацию в музей. Еще один найденный ценный артефакт – фрагмент подвески в виде топорика с напаянной птицей. Считается, что это берег воина, и ранее такие изделия в Беларуси вовсе не встречались. Предполагается, что носить такие вещи могли только воины высокого ранга. Как всегда, по понедельникам у нас выходит рубрика «Народ спросит». В новом выпуске обсуждаем дефицит продуктов в Беларуси, причины очередей на границах и зачем Лукашенко отбирает паспорта. Ссылка в комментарии под этим видео. На этом у меня все. До встречи завтра и Живи Беларусь!